Равнобедренный треугольник оказался любовным. Истец требует вернуть деньги, которые он потратил на дорогого репетитора по математике для бывшей жены. Утверждает, что на уроках вместо синусов и косинусов изучалась формула любви. Ответчик Иск не признает. Считает, что стоимость занятий росла вместе с потенциалом талантливой ученицы. Истец, пожалуйста, вам слово. Высокий Сус, здравствуйте. Я требую разторгнуть договор на оказание репетиторских услуг по математике для моей уже бывшей жены. А также вернуть мне ту часть денег, которые были потрачены на походы в ресторан и покупки различных подарков для моей супруги. С моей бывшей женой мы прожили недолго, около двух лет. И вот на втором году нашей совместной жизни у моей жены появилось стремление к математике. Мы начали искать репетитора. Варианты, которые я ей предлагал, почему-то ее не устраивали. Но как только она самостоятельно занялась поиском репетитора, она тут же нашла. Теперь я понимаю, по какой причине это произошло. Договор мы заключили на меня. Дело в том, что моя жена как бы в то время не работала. А стоимость занятий стоила 35 рублей за полтора часа занятий. Занятия изначально были два раза в неделю. Потом резко стали три раза в неделю. То есть 12 занятий в месяц. Поначалу мне нравилось, что жена нашла себе хобби. Ее тоже как бы это все устраивало. Получалось у нее в этом деле. А потом все началось. Началось с поднятия цены. Вместо 35 рублей за одно занятие сумма поднялась почти в три раза. 100 рублей. Вы можете себе представить 100 рублей за одно занятие? Объясните суду, пожалуйста. Вы интересовались у репетитора, чем вызвано такое резкое повышение цены? Нет, не интересовался. Дело в том, что у меня тогда был свой бизнес. И я как бы в деньгах не нуждался. Поэтому я вопросов не задавал. Повышение цены как-то зафиксировано с точки зрения закона? Мы подписали ДОП-соглашение. Оно прикреплено к основному договору. Оно находится в материалах дела, как и основной договор. Тут начали подказываться какие-то сомнения. Во-первых, занятия из нашей квартиры переместились в какой-то специализированный класс. Мол, в нашей квартире не та обстановка, не те условия. В специализированном классе присутствует какая-то магнитная доска. И сами стены помогают, впитывают науку, как губка в воду. Во-вторых, после того, как была уже поднята цена за услуги, он якобы пошел мне на уступки. Дело в том, что я оплачивал после каждого занятия. Ну, договорились оплачивать раз в месяц. И тут после моих оплат, через пару дней у моей жены стали появляться то новые сапоги, то духи. А тут вообще, мол, девочки решили ей подарить телефон. Ну, а вишенкой на торте стала математическая фиаско. Моя жена не смогла ответить на простейший математический вопрос. Я люблю разгадывать в телефоне различные кроссфорды, решать задачи. И тут мне, как теперь помню, попадается вопрос излечь корень из девяти. Я решил подколоть жену. Думал, что она мне тут же даст ответ. Но она взяла мой телефон, свой телефон, и куда-то ушла, чтобы кому-то позвонить. После чего пришла и ответила мне три. Верховный суд. После года занятий она не смогла ответить на простейший вопрос. Это школьная программа. Ну, тут-то мне стало все понятно. Понятно с этим обучением. И я решил разоблачить этого репетитора. Я позвонил с незнакомого номера ему. И разговор наш прикреплен. Он присутствует в материалах дела. Вы предупреждали, что ведете записи разговора? Да. Иначе суд не стал бы слушать. Вы просите воспроизвести запись разговора в суде. Верно? Верно. Ответчик, у вас нет возражений? Нет, высокий суд. Мне нечего скрывать, поэтому давайте послушаем. Секретарь, будьте добры, включите, пожалуйста, запись. Включена запись разговора. Здравствуйте. Меня интересует русскую репетитору математика. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Сориентируйтесь по стоимости и времени занятий. Стоимость занятий у меня в Северной 35 рублей по времени полтора часа. Цена за занятия может повышаться со временем? Нет. Прежда, что в будущем не поменится. Занятия проходят на дому или можно встречаться в каком-нибудь оборудованном классе для занятий? Нет, никакого класса у меня нет, но занятия проходят обычно на дому у заказчика. Спасибо. Больше буду доводить и перезвоню вам. Так, хорошо, напишите. Вот видите, ни о каком повышении цены речи не идет. И никакого у него класса не существует. После этого разговора мне стало все понятно. Жить с этой женщиной мне больше не хотелось. Что-то за семья такая. Я пошел и сказал жене, что мы разводимся. Развели нас быстро, так как у нас не было детей. А после этого у меня начались проблемы с бизнесом. С деньгами тоже сейчас очень туго. Вот поэтому я решил расторгнуть договор об оказании услуг репетитора. Так как эти деньги, которые я платил якобы за занятия, уходили на подарки для моей жены. Истец, скажите, а как вы рассчитали сумму, которую вам должен вернуть ответчик? Я посчитал ту разницу, которая была после подписания соглашения. И количество занятий, которые тогда еще были с моей женой. После подписания доп. соглашения появилась надбавка к тем 35 рублям, которые были изначально заключены в договоре. Я ее посчитал. Посчитал количество занятий. И вот эту надбавку за это количество занятий я прошу взыскать. Скажите, а вы интересовались у бывшей супруги или, может быть, у самого ответчика, чем обосновано увеличение стоимости занятий? Нет, не интересовался. Мне и так все понятно. Ответчик, будут ли у вас вопросы к истцу? Нет, высокий суд. Истец, ваша позиция в суду понятна. Ответчик, пожалуйста, ваше объяснение. Слушаю вас. Здравствуйте, высокий суд. Меня зовут Валяев Денис Александрович. Я не согласен с иском, потому что считаю, что это просто вымысел и догадки истца. Сейчас я расскажу вам свою часть истории и надеюсь, вам все станет ясно. Пожалуйста. Мне, во-первых, очень жаль, что истец развелся со своей женой. Во-вторых, Светлана, она очень умная, интересная и вдумчивая девушка. Ее глубинная заинтересованность в математике видна невооруженным глазом. А у меня-то глаз зоркий. Я сразу разглядел в ней талант. Разъясните суду, пожалуйста, ответчик, в каком качестве вы осуществляете свою репетиторскую деятельность? Как самозанятый, я плачу налоги, то есть у меня здесь все официально. Спасибо. Можете продолжать дальше. Истец здесь почему-то решил умолчать то, что его жена со мной победила на областной олимпиаде по математике. Олимпиада проходила в другом городе. Как раз это совпало с тем, что вот этот мужчина, муж Светланы, был в командировке, и как раз ей дома не надо было ни готовить, ни убираться, и она могла себе позволить поучаствовать в олимпиаде. На олимпиаде вы в двое только, наверное, были. Пиздец. Первое место. Первое место заняла Светлана. Между прочим, с ней сражались далеко не маленькие дети. Очень умные люди там были. И олимпиада длилась три дня. Три этапа, и с этими тремя этапами Светлана справилась на блеск. Диплом первой степени приложен к материалу дела. Но понимаете, в чем дело высокий суд? Через какое-то время я осознал, что ученик начинает превосходить учителя. Мне, конечно, очень приятно, это и мои труды. Но Светлана настолько углубилась в математику, что в какой-то момент я даже начал сомневаться, хватает ли моих знаний, чтобы продолжать ее обучать. Вот тогда я реально озаботился над тем, чтобы снять в аренду класс, потому что обстановка дома, она реально не та. Постоянная готовка, уборка, стирка, диван, телевизор, муж, в конце концов. И в таких условиях не то чтобы сложно заниматься высшей математикой на таком уровне, это просто невозможно. И я нашел недорогой класс, который стоит чуть дешевле самого простого и дешевого номера в гостинице. Но там как раз было все необходимое для дальнейшего обучения. Договор об аренде прикреплен к материалу дела. Помимо аренды класса я начал сам уже чаще ходить в библиотеку, чтобы развиваться, потому что как я могу обучать столь одаренного человека, как Светлана, если я сам буду, если я не буду обладать нужными знаниями. Высокий суд, вы не поверите, но я, будучи репетитором, сам начал ходить к репетитору, но не к обычному, а к доктору математических наук. Он защитил огромное количество трудов по математике. И я не стеснялся брать у него несколько занятий в месяц. Конечно, это и материальные затраты, и временные затраты. Но все это естественно привело к тому, что обучение подорожало. По-другому быть не может. Закон экономики. Объясните, пожалуйста, для суда, ответчик, ваши отношения со Светланой носили исключительно академический характер? Ваша честь, пока она была женой истца, да. Ни о каких других отношениях и речи быть не могло. Но я не буду врать, тем более мы в зале суда, и я обязан говорить правду. Сейчас мы со Светой в паре. Мы не в браке, но мы встречаемся. И, разумеется, с того момента мои услуги по обучению стали бесплатными для Светланы. Вот и оказывается, свои бесплатные услуги. А мне верить те деньги, которые... Истец. К порядку, пожалуйста, прошу в очередной раз не перебивать ответчика. Я дам вам возможность потом задать ему вопрос. Ответчик, продолжайте, пожалуйста. Высокий суд, исходя из того, что я сказал ранее, исходя из приведенных фактов и доказательств, я настаиваю на том, чтобы истцу отказали, потому что я свою работу выполнял честно, добросовестно, и, судя по результатам Светланы, довольно качественно. Мне очень жаль, что у них брак распался, но я к этому не причастен. Скажите, вы к материалам дела прикладывали договор аренды, договор с своим репетитором, чеки оплат? Да, высокий суд, я приложил все копии к материалу по делу. Истец, пожалуйста, теперь ваши вопросы ответчику. У меня нет вопросов. Совет вам да любовь. Как говорится. Спасибо. Стороны вашей позиции суду ясны. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Прошу всех встать. Ранее в программе. Любовная математика. Истец требует вернуть деньги, которые потратил на репетитора для бывшей жены. Утверждает, что вместо решения уравнений на уроках строилась парабола любви. Ответчик против. Считает, что истец просто не смог по достоинству оценить математический талант бывшей супруги. Решение суда. Прямо сейчас. Прошу всех встать. Суд оглашает резолютивную часть решения. Плотницкому Дмитрию Аркадьевичу удовлетворение исковых требований к Валяеву Денису Александровичу о расторжении договора о оказании репетиторских услуг, а также о взыскании денежной суммы отказать. Стороны вам понятны решения суда? Да, понятно. Судебное заседание объявляется закрытым. Село статьи 391 Гражданского кодекса. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. Согласно закону защиты прав потребителей, потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы и оказании услуги при нарушении исполнителем сроков выполнения работы. Статья 30 закона. Либо когда обнаруживается отступление от условия договора или недостатки выполненной работы. Статья 31 закона. Договор о оказании репетиторских услуг, как и дополнительное соглашение к нему о повышении платы за услугу, подписанной сторонами добровольно. Из объяснений сторон и представленных доказательств следует, что уроки по математике с супругой ИСЦА проводились ответчиком, установленные договором сроки. То есть услуга оказывалась своевременно. О качестве оказанной услуги свидетельствует и тот факт, что на областной олимпиаде по математике супруга ИСЦА заняла первое место. Доводы Плотницкого о том, что его супруга, уже бывшая, и ответчик не занимались репетиторством, а его денежные средства использовались ими на личные нужды, а не на оплату занятий по математике, достоверными доказательствами не подтверждены и являются предположениями ИСЦА, которые суд не вправе положить в основе решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова